доброе утро дорогие друзья сегодня у нас сейчас посмотрю на календарь 22 октября наконец-то ко мне пришла дочечка испекла вот такой наверное вкусный пирог а как называется наполеон нет кричит не наполеон где-то нашла бомбический рецепт я потом конечно же у нее спрошу а может мы может быть мы ее попросим рассказать хотя бы не в кадр но сам рецепт вот сегодня будем наконец-то анечка будет рисовать мужчину для нашей красавицы кармен вот конечно же тоже вам это покажу у нас сегодня со вчерашнего вечера нет воды такого вообще никогда не было сейчас вот 10 часов утра а воды до сих пор нет вот хорошо что у меня есть бак на 90 литров и конечно же я использую эту воду вообще конечно без воды и не туда и не сюда поставили чайничек будем сейчас пить чай ну а потом рисовать малю вать анечка будет на стене я постараюсь ее немножко тайком снять как всегда вот и потом вам конечно же все это покажу не знаю насколько будет сегодня видео интересным или длинным ну в общем все равно хоть немножечко для вас поснимаем у нас на улице пасмурно нет дождя в огород конечно же не влезть я вижу последний шестой мотив для пледа и может быть сегодня уже вечером даже сошью и останется все таки обвязка друзья спасибо вам большое за ваши комментарии да я сама понимаю конечно же вот с такой обвязкой будет гораздо красивее буду ни одна подписчица написала лена мужайтесь на самом деле буду мужаться и буду обвязывать эту махину плед а обвязка здесь друзья это просто воздушные петельки видите это бахрома состоит из воздушных петель здесь у меня 20 коротенькая такая бахрома ну пополам получается по 10 петель на если на две стороны и прикреп к основанию слепой петлей или глухим столбиком или соединительный столбик его еще называют это бахрома очень-очень практичная потому что она конечно же ничего из нее не вылезает как из той нарезанной бахромы из кисточек эту бахрому я думаю что коты не раздерут потому что здесь вот на диване они ее не трогают вот буду вязать нашла кстати сейчас покажу вам нашла подходящую пряжу все-таки не буду покупать да и вы знаете может быть после моих видео я откладывала пряжу в корзину на вайлбери сейчас зашла посмотрела товар отсутствует наверно люди посмотрели мои видео посмотрели какой красивый плед получается и раскупили эту пряжу кабле семеновской фабрики в общем я надеюсь понятно как сделано здесь бахрома на пледе я буду делать возможно ее немножечко по длине и потому что плед больше чтобы соблюсти пропорции здесь на дорожке конечно же она вот такая коротенькая тут у нас опять сборище котиков шпулька играет со своей любимой игрушкой это вот такой мячик когда-то покупала я в фикс прайсе вот она играется монка наблюдает мы уже обозначили монку как папу названного для шпульки мамочка тоже вот сидит наблюдает так закипел чайник засвистел анечка пошла выключать а я вам покажу какую пряжу я нашла для обвязки на мой взгляд будет красиво ну не совсем конечно в тон но может быть обвязка и как бы будет немножко подчеркивать этот плед немножко темнее вот это пряжа шелковый блеск это стопроцентный стопроцентная вискоза делалась из эвкалипта лио цель она не выпускается много до сих пор мне пишут комментарии видимо смотрят мои старые ролики я очень много вязала из этой пряжи особенно крючком вот друзья покупала на троицкой фабрике помню тогда на очень круглую сумму сейчас бы конечно я не смогла купить по ум на 20000 я тогда закупила этой пряжи шелковый блеск вот не жалею как говорится запас кушать не просит пусть лежит и вот этот плед буду обвязывать все таки вот этой пряжей вот здесь у меня сколько раз два три четыре вот пятый мотив и вот шестой я вяжу остался у меня моточек вот этой пряжи но он и не туда и не сюда поэтому обвязку буду делать вот этой пряжей шелковый блеск что тут у нас происходит так моня не обижаешь пулю она маленькая не обижай да шо ж такое то марусь ты чего не защищаешь уже решила что она сама должна себя защитить да вот ну а мы идем пить чай чайничек закипел дочечка заварила чай в общем сейчас будем пить ну что друзья пьем мы чай ранечка не разрешает себя как всегда снимать пусечка отходи не всем зрителям это нравится в общем попробовала я кусочек друзья это просто очень вкусно и бюджетно да вот кину ссылку на этот ролик чтобы не рассказывать долго так что там такое пришлось разнимать шпульку и монку вернее монку и шпульку в общем друзья всем приятного аппетита ссылочку на рецепт этого прекрасного торта я оставлю под этим видео приготовьте это очень-очень вкусно решила дочечка приготовить курочки в кляре вернее грудки вот делаешь кляшку может туда укропа добавить какую-нибудь сушеную специи нет базилика нет а ты все туда уже положила понятно здесь значит специи 2 яйца что здесь еще ложка ложка сметаны и мука специи 2 яйца ну мука вот на глаз вот такую консистенцию это кляр для нашей курочки а здесь собственно курочка не оказалось у меня отбивного молотка надо будет покупать обычных строительные использовали клали вот так вот полиэтилен и отбивали в общем здесь просто куриная грудка я так поняла посоленная тоже специи для мяса любые специи сюда пойдут мы использовали вот такие помню покупала вы там светофория в общем будем обмакать эту курочку в наш кляр сковородочка уже стоит сейчас будем наливать масло здесь у нас варится поставила варить еще не закипела картошечка пюре открыла баночку огурчиков хрустящие но какие-то малосольные следующий раз буду класть больше соли честно говоря уже не найду этот рецепт но я точно помню что я их делала с горчицы вот там плавают семена горчицы в общем консервация начинает открываться свежих помидор уже нет вот анечка налила масло включила да сейчас я тебе дам масло вот на носу на любой пусть 3 это понимаю должна хорошо не тут мало не не лучше побольше кляре он должен масло кипеть сейчас хорошо огонь нагреет на максимум поставили газ сейчас будем жарить грудки в кляре друзья не было такого очень очень давно летом была какая-то авария долго воды не было но сейчас вот больше 14 часов не было воды сейчас вот идет воздух но уже так была вода такими плевками видите какая ржа набежала в общем не выдержали мы мыли посуду наливали вот такой тазик естественно гриле на плите и мыли ну вот идет воздух и все а воды нет представляете 14 часов не было воды ну а здесь у нас процесс еще надо разогреть мне кажется больше масла вот вот так вот окунает анечка в кляр и будем жарить а я пришла говорит маму ничего-то у тебя холодно ну конечно у нее там ташкент вот одела мою накидку согрелось очень тепло скажем теплая накидка хотя здесь всего 20 процентов шерсти камгарм пряжа уже рассказывала не катыши ничего вот а я не знаю мне 21 градус в доме 21 градус для меня нормальная температура ну конечно когда человек уже привык жаре то ему наверное это холодно вот показываю вам температуру ну где-то 22 градуса вот по мне так нормальная температура друзья еще хочу вам показать как я прилаг при делала что значит при делала разобрала кухонный плафон здесь при покупке дома был плафон естественно это очень тусклое освещение для кухни было я просто открутила этот плафон ставлю туда и киевские свечи и вечером балдею очень красиво вот можно конечно джутом его обмотать час анечка вот но здесь у нас лишь пищи котиков почувствовать я никогда с катушки пенку не снимаю короче жарим под крышкой до нашла крышку не совсем подходящую для этой сковороды но все равно накрыла очень стреляет друзья ты на насильном огне жаришь понятно короче уже тарелочку подготовила для того чтобы складывать думаю что будем сегодня вкусно кушать делаем обычный деревенский салат соленые огурчики лучок нерафинированное масло вкуснота друзья вы думаете вода пошла пошипела пошипела и все вообще прекратилось и уже даже не шипит ой это просто безобразие сколько час дня вчера вечером прекратилась вода и вот до сих пор нет все таки хорошо иметь дома бак воды в запасе на 90 литров ну что воды нет пришла свои запасы надо налить поставить греть сейчас будем садиться кушать потом чтобы было чем помыть посуду я еще вам пришла показать лёшик привез презент мне из москвы вот такой вот коврик на резиновой основе там был у меня кстати тоже с лёшиком покупали для моей квартиры в москве которая продана была эти там резина в леруашки но тот более коричневый этот серенький ну ничего теперь так друзья хорошо выходишь из дома попадаешь в холодную терраску и вот даже босиком если тапки не обоишь очень приятненько то есть под ногами тепло набрала и иду греть водичку для мытья посуды вот уже больше 15 часов нет у нас воды долго жарили включили испробовать вытяжку в общем друзья прямо хорошо вытягивает жир весь копоть запах скажи ань даже прохладно стану так что я довольна этой вытяжкой в турецкой она называется вот ну уже можно выключить уже все мы жарили выключаю ну вот наш обед совместно приготовленной с дочечкой доча говорит мама быстрее вдвоем готовить конечно отечка быстрее вот что получилось из грудок одной курицы ну так нормально но я не знаю но раза на 9 штук да это сколько насколько раз на двоих наверное раза три покушать да вот такие котлетки в кляре пюрешечка немножко коричневого цвета пюрешечка мы добавили туда пережаренный лучок вот ну и конечно были запасы вина не часто мы с дочечкой так встречаемся чтобы под вино вот решили открыть бастардок крым ну сейчас пообедаем и дальше будем малю вать данечка вот потом покажу что у нас получится всем приятного аппетита ну что друзья эскиз анечка нарисовала вот такой у нас казанова получился прям ух а не говорит под стать нашей карме все это нарисовано карандашом простым вот я уже приготовила анечке краски она сначала нарисовала этот эскиз на картинке чтобы запомнить эти линии пытались мы а не может нарисовать ему все-таки этот красный галстук тут ты смотри как красиво все сделала чтоб красное пятно было тут видите мы да мы здесь нарисовали ему вот этот галстук чтобы зарисовать его красным ну чтобы гармония была с карме у нашей карме красные губы ну и чтобы у молодого человека тоже что-то было в красном цвете ну в общем посмотрим может быть здесь вот дорисуем красный галстук пока это выглядит вот так в общем сейчас все будем обводить это красочкой от отури decision ну что друзья еще не высох наш джеймс бонд как его а не назвала но он прекрасен посмотрите какая красота получилась мне даже больше нравится то что нарисовала аня какое-то другое выражение лица я не знаю как это передать но этот мужчина мне нравится больше чем тут которого я нашла в интернете кстати в поиске я забивала эскиз мужчины или трафарет мужчины в общем как-то так и контурный рисунок мужчины а вот и в общем выдавал мне телефон всякие картинки и я потом все это дело выбирала были картинки и в полный рост но дело в том что здесь не получалось полный рост здесь у нас розетка здесь у нас выключатель и короче это все мешало для того чтобы поместить эскиз в полный рост поэтому вот этот рисунок ну просто как нельзя лучше подошел к нашей красавицы кармен просто красота красивая ну вот посмотрите они мне кажется созданы друг для друга анечка громаднейшие тебе благодарю ты мой талант ты моя красавица очень согласитесь классно получилось многие мне писали сумка нарисована нет друзья сумка здесь настоящая но она идеально дополняет образ но кроме сумочки у нас у кармен появился вот такой красавец все друзья тороплюсь бегу просто бегу склеивать видео и чтобы сегодня выпустить ролик потому что я уже запоздала время пол шестого вечера не знаю во сколько сегодня будет ролика может быть завтра с утра выйдет но постараюсь посмотрю сколько программа будет склеивать это видео а пока видео будет склеиваться а я буду учить анечку играть в нарды так что вот сегодня опять у нас такое приятное с полезным немножко потрудились приготовили покушать анечка нарисовала эту красоту посмотрите как моника здесь улегся на вязальных мотивах да кстати я нашла еще друзья вот такую ниточку скорее всего ее добавлю в шелковый блеск соединю это ли он очень очень тонкий помню присылал мне магазин филата итальяна леночка спасибо громаднейшие вот дошел ход и до этой пряжи все мои хорошие я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока 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 пока